Всем привет! Это подкаст кинопоиска крупным планом. Меня зовут Дуля Джанайдаров, я реактор видео и подкастов кинопоиска. Меня зовут Всеволод Коршунов, я киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. В этом подкасте мы обсуждаем новинки проката, иногда вспоминаем классические фильмы и советуем, что посмотреть. На наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки и Кастбокс. Пишите нам отзывы и ставьте оценки, что вам интересно, что бы вы улучшили, и рассказывайте о нас в соцсетях, если вам нравится, что мы делаем. А сегодня мы обсудим фильм «Мулан» — ремейк классического диснеевского мультфильма 1998 года. Обсуждать будем со всеми спойлерами, хотя сюжет в общих чертах, в общем, тот же, что и в мультике, да и, собственно, примерно тот же, что и в средневековой китайской балладе VI века, в которой впервые была изложена легенда о девушке, которая переоделась в мужской костюм и пошла вместо отца воевать против захватчиков. Есть некоторое количество апдейтов в новом фильме, которые мы, конечно, не могли не обсудить, поэтому знайте, что обсуждать будем со спойлерами. Скажи, вот кому точно надо посмотреть мультфильм и чем он хорош? Ох, ну, во-первых, тем, кто не знает китайской баллады VI века, какие могут быть спойлеры у текста VI века, казалось бы. Ну, действительно, может быть, не самое очевидное в такой выстернизированной западной культуре история. Поэтому, да, тем, кто не знает эту балладу, наверное, есть смысл эту версию посмотреть. На мой взгляд, это такая диснеевская традиция делать фильм для всех, для вот этих знаменитых четырех четвертей аудитории. Мужчины, до 25-ти женщины, до 25-ти мужчины, после 25-ти женщины, после 25-ти. То есть здесь, мне кажется, каждый сегмент аудитории получит что-то свое. И, на первый взгляд, эта история про девочку-девушку и для девочек-девушек. Но, если честно, мужикам здесь тоже есть на что посмотреть, есть о чем подумать. Я думаю, что у нас сегодня будут большие дискуссии с тобой по поводу того, какой взгляд на женщину предлагает этот фильм. А взгляд на женщину – это, понимаешь, не только женская история. Это всехняя история. И это мужская история в том числе. Поэтому, мне кажется, здесь сложно сказать, кому не нужно ходить на этот фильм. Я бы сказал, что, наверное, китаистам ходить не нужно. Потому что, ну, очевидно, что Дисней довольно вольно обходится с источником, с каким-то китайским материалом. И, естественно, специалистов это будет раздражать. А всем остальным вполне можно пойти и будет что обсудить. Ну, кстати, действительно, когда вышел первый трейлер, то там некоторые китайцы и китайские специалисты, они указывали, что вот тот круглый дом, в котором живет семья Мулан, его не могло быть в пятом веке, когда, по идее, разворачивался сюжет этой легенды, и что это на десять веков позже. И вот сразу обвинили, что это такой колониальный взгляд на китайскую историю. Но в самом деле здесь действительно все учтено. Это ведь, по сути, военная драма, история про войну, в которой очень красивые батальные сцены и вообще невероятно красивая операторская работа, немного напоминающая вот эти вот фильмы Уся про боевые искусства, которые были очень популярны в начале нулевых годов. Крадущийся тигр, раздающийся дракон, герой, дом летающий кинжалов. Вот здесь есть какой-то такой привет тому жанру, который полюбился и по которому многие и знают китайское кино. Здесь есть история, собственно, девушки. Главное, здесь есть какая-то небольшая романтическая линия. Здесь есть комедийный момент. То есть действительно такой фильм для всех. Ну и сам посыл, да, действительно мы обсуждаем отношения, даже не роль женщины в обществе, а отношение общества вообще к тому, какой должна быть женщина. Я вот думаю, многих просто до какой-то трясучки доводит выражение, и меня в том числе. Вот она такая, какой должна быть настоящая женщина. Черт подери. Во-первых, настоящая женщина никому ничего не должна, и даже не настоящая женщина тоже никому ничего не должна. И мужик тоже никому ничего не должен. И люди, которые небинарные, и которые себя как-то иначе определяют, не только мужчина и женщина, как-то иначе, тоже никому ничего не должны. Женщина должна быть такой, какой она хочет. Это такой, мне кажется, вообще очень важный разговор. Понятно, что фильм «Мулан» предлагает, конечно, некий рецепт, некий путь, некий маршрут, о нем мы еще поговорим, я думаю, но сам-то повод для дискуссии очень большой и важный, и поэтому здесь понятно, что сам посыл довольно дискуссионный, на мой взгляд, он, конечно же, должен затронуть всех, потому что кто-то найдет себя в образе «Мулан», а кто-то скажет, я никогда не хочу, чтобы моя дочь, моя сестра, моя однокурсница была вот такой, как эта мерзкая «Мулан». Ну да, а, ну еще кому тоже важно сходить, мне кажется, и кто, скорее всего, и пойдет, это поклонники мультфильма «Мулан» 98-го года, потому что на это, собственно, и был расчет Диснея, мне кажется. Скажу честно, я не смотрел мультфильм в детстве, я впервые его посмотрел вот только позавчера, готовясь к этому подкасту, то есть сначала я посмотрел фильм. Скажи, а это разочарование для поклонников мультфильма? Мне кажется, это будет для кого-то разочарованием. Фильм гораздо более реалистичный, чем мульти, то есть там нет песен, там есть какой-то упор на то, что битвы сняты, как бы они были в реальном времени. Там нету дракончика Мушу, которого в мультфильме озвучивал Эдди Мерфи. Возможно, это, на самом деле, как-то логичный ход, потому что, если честно, когда я смотрел мультфильм, то вот дракончик, он был инородным элементом в мультфильме, потому что Эдди Мерфи привносил свой вот этот вот афроамериканский вайб, немного выламывающийся из китайской легенды. То есть, как осёл в Шреке, это было абсолютно естественно, там постмодернистская игра, а здесь немного всё-таки странно, мне кажется, было. Ну, и я думаю, что ещё, конечно, сама по себе эта диснеевская мода мультики делать фильмами, это, конечно, тоже может сыграть на руку тем, кто не любит Дисней, но вот эта вот милота в мультфильмах, всё-таки, ну, как бы мы ни говорили, что анимация сложный, вид кинематографа и милота, и такая вот детская какая-то интонация, волшебство, поэтический взгляд на мир там, в общем, не обязательно. И тем не менее, да, в Мулан это есть, да, и вот эта вся милота здесь заменена таким жирным куском пафоса, вот таким просто волоснящимся куском пафоса, как мне кажется, и в мультике Король Лев, а то я очень люблю мультфильм Король Лев, и совершенно был разочарован фильмом, где все звери как настоящие, только у них нет никаких половых органов, и вообще всё это похоже немножко на какой-то фильм Дискавери, да, что-нибудь такое, вот. Правда, вот это какая-то особая интонация, особое баяние мультика, оно уходит вот в этих странных версиях, когда мы мультфильм, анимационный фильм делаем игровым фильмом. Не, ну, понятно. Вот вообще как относится к Королю Леву, кстати. Королю Леву, я, ты знаешь, я специально не смотрел, потому что мультфильм Король Лев, он у меня был одним из любимых в детстве, у меня была кассета, которую я пересматривал по 30-40 раз, и смерть отца Симбы, это просто незаживающая рана. Я плакал каждый раз, когда это происходило, и когда Симбы звал на помощь, я потом зарывался в огромное мёртвое тело Муфасы, просто на разрыв. Пап, пап, вставай. Ну, вставай же. Пап, идём домой. Пап, пап, вставай. Эй! Кто угодно! Помогите! Те главные причины. Первая — это выгодная бизнес-стратегия, потому что последние 15 лет показали, что зрителю в кино в общем и целом не нужны новые или рискованные истории, а главный залог кассовых сборов — это узнаваемый бренд. А это либо знаменитая франшиза, отсюда бесконечные сиквелы и рекордные кассовые сборы «Мстителей», либо популярная книга, то есть вселенная Джоан Роулинг, например, или очередные антиутопии про подростков, которые куда-то бегут, либо в лабиринте, либо в других постапокалиптических декорациях, либо же классический фильм-мультфильм в основе. И отсюда эти как бы бесконечные ремейки, не только как мультиков, но и там старых фильмов, либо, на самом деле, в редких случаях мощные имена режиссёров, ну, то есть которые сами как франшиза, ну, вроде Нолан или Тарантино, люди пойдут просто на автора, потому что примерно понимают, что там будет. И на диснеевские ремейки люди идут, потому что они точно получат какой-то аттракцион, визуальное пиршество, и точно знают, что история какая-то знакомая и милая, из ностальгических соображений. Можно и детей повезти, и самому снова поплакать на каком-то моменте или порадоваться. Вторая причина, по которой Дисней делает ремейки, это что, это возможность для студии заявить о том, что они следуют современным тенденциям. Ну, то есть из-за этого и появляются все эти переделки классических сюжетов. Ну, то есть иногда косметически, вроде «Красавица и чудовище», там Эмма Уотсон просто любит читать и что-то изобретать, а всё. А дальше это просто та же самая история про стокгольмский синдром. Либо же радикальные переделки, вроде «Малефисенты», где, значит, у нас в финале показали, что злодейка на самом деле с душой, и она целует спящую «Красавицу», а принц там такой картонный статист. И это происходит, потому что Дисней всегда был рассадником всех стереотипов гендерных, про то, что русалочка отдаёт свой голос, и дальше, значит, уходит за красивым белым цисгендерным гедеросексуальным принцем. Для расовых в «Дамбо» есть замечательный момент, где вороны пародируют афроамериканцев, их изучают белые актёры, там такие прямо мотивы, как такой аналог анимационной блэкфейса. И у диснеевских мультфильмов у них нет как бы автора, то есть это не то, что Марк Твен умер, и как бы некому предъявить, что он слово «ниггер» кучу раз использовал в «Приключения Геккель Брифина». А здесь как бы это та же студия Дисней, и поэтому им нужно делать все эти дисклеймеры перед прокруткой фильмов в стриминге Дисней Плюс и выпрямлять кривые сюжеты. Так вот, в «Короле Льве» выиграла первая причина. Они делали бизнес, потому что они ничего не изменили. Ведь, по сути, если ты посмотришь на сюжет «Короле Льва», то, вообще говоря, гиены, они, ну, с левацких позиций, в общем-то, правы. Что Муфаса в начале фильма говорит, что, ну, это круговорот жизни, то, что мы едим олени, а дальше как бы мы умираем с травой, и олени нас едят. Ну, это такая, знаешь, немного отмазка, если честно, собственных привилегий, от которых ты не хочешь отказываться. А шрам, который, на самом деле, захотел сделать все более-менее равноправным, он, значит, главный злодей. И в новом фильме это не выпрямили никак, то есть там нет никакого нового посыла. Это меня, поэтому, немного разочаровало. Я был поражен на реакции моей мамы на «Короля Льва». Моей маме 74 года, мы ходили с ней в кинотеатр, и она ответила, как пятилетняя девочка. Это красивые зверушки, хорошо поют. То есть мама, женщина 74 лет, она регрессировала, как психологи говорят, до пятилетней девочки. То есть Дисней делает удивительные вещи, и я думаю, что это не проблема моей мамы, а это, скорее, уникальная особенность вот этих всех ремейков и диснеевских структур, потому что они дарят... Почему это тоже важно? Они дарят возможность на машине времени скататься в свои пять лет. Вернуться в свои пять лет и получить удовольствие, и как-то вспомнить о былых временах. Мне кажется, это такая важная вещь, очень ценная, и нельзя ее, мне кажется, недооценивать или тем более обесценивать. Это прям очень важно. А Дисней, который действительно еще и с традицией связан, с традицией этих семейных развлечений, конечно, работает с этим, и этого у него не отнять. Давай сейчас поговорим про то, что мы немного заявили в начале, про то, как Мулан работает с феминистской повесткой, потому что в самом начале фильма, то, с чем он отличается, например, от мультфильма, нам заявлена предыстория Мулан от ее детства до, собственно, начала действия фильма, где показывается вот эта вот стратегия женской гендерной социализации, и какой она должна быть, она проговаривается явно в нескольких сценах и в диалогах. Ну, то есть этим, на самом деле, еще отличается фильм от мультфильма. В фильме нет песен, и поэтому нет этого драматургического хода, когда у тебя герой проговаривает свою мотивацию в песне, типа чего он хочет. У меня есть свой трудный путь, мне уже не быть дочерью примерной. Знаю я, мне невестою не стать, но семья, если б я осталась, какой была, сердце им разбить могла. А здесь в начале я понимаю, почему многие воспримут всю линию, как немного в лоб истории про то, какой должна быть женщина. Но мне кажется, что это как раз очень понятное и популярное объяснение для всех, в том числе для зрителей и зрительниц маленького возраста, каких-то ориентиров. И, собственно, в фильме, например, добавили младшую сестру главной героини, потому что в мультфильме она была единственной дочкой, и добавили колдунью, злодейку. Мне кажется, это как раз история про три разные модели поведения женщины в современном мире. Одна, которая конформная, которая более патриархальная, это младшая сестра. Вторая, это радикальная колдунья, которая дает в жесткой форме отпор мужчинам и воюет против них, и занимает позицию максимально отстраненную. И третья, это срединный путь, который как раз символизирует Мулан. Я вот не могу согласиться с тем, что Мулан в фильме представляет срединный путь. Для меня срединный путь как раз представляет Мулан в мультфильме, потому что это фильмическая Мулан, она, скорее, ближе к радикальному крылу. Но я предлагаю, чтобы мы с тобой не занимались мэнсплейнингом, объяснением женщинам, как им бороться за свои права, подключить к нашему разговору кинокритика Юлию Шигельман, кинокритика газеты «Коммерсант». Давай у Юлии спросим, как вообще ей, как женщине, критику, эта картина. В фильме Мулан очень выпукло прописана именно линия самоопределения женщины, которая воспринимается как абсолютно феминистская. Как вам показалось, это такая кандово выполненная агитка и стремление Дисней подстроиться под современность, как это у них было в других фильмах и мультфильмах, или внятная и просто показана ролевая модель для подрастающих девочек и для самых непонятливых? Мне показалось это довольно странным, потому что я после фильма, на самом деле, уже посмотрела мультик оригинальный. Вот, я его там раньше не видела, когда он вышел, а если и видела, то забыла напрочь. Я обнаружила к своему удивлению, что, собственно, вся вот эта фемповестка в мультфильме 98-го года, на мой взгляд, сделана гораздо более удачно, более современно, чем в новом фильме, потому что в мультфильме, например, там эта девушка Мулан была совершенно обычная девушка, которая, как бы, вовсе не собиралась там быть никаким воином, а она просто совершенно обычная, и она решила пойти на войну, чтобы защитить своего отца, чтобы спасти своего папу, который там инвалид, и она боялась, что он пострадает. И, соответственно, уже когда она пришла в армию, то она всему научилась, ну и дальше все эти свои подвиги она совершает там не без помощи волшебных зверушек, но, тем не менее, она, в общем-то, совершает их, как все, да, то есть в результате тренировок она добилась там того, что вот она научилась воевать и так далее. В новом же фильме у нее с самого начала есть вот эта вот суперсила, какая-то там энергия Ци, которая ее отличает от других, и при этом еще в начале фильма говорится, что обычной энергией Ци наделены мужчиной, и вот это вот так странно, что родилась девочка с этой энергией, то есть мне показалось, что это довольно странная трактовка с точки зрения феминизма, то есть получается, что да, женщина может быть сильной и независимой, но это какая-то особенная женщина, женщина, у которой есть суперспособности, которые делают ее похожей на мужчину, но а в чем же тогда здесь с этим пауэрмент, ребята? А у меня возникло такое впечатление, что действительно в мультфильме это этический выбор, а здесь еще вот к этой вот фемповестке включена, подключена к ней, видимо, тема инаковости, вот ты девочка, которая чувствует себя не совсем такой дефолтной девочкой, ты делаешь что-то и все-то, и если девочка, зрительница фильма, вот ты тоже играешь в солдатики и в машинки, и любишь там одеваться в милитрии, то все норм, с тобой все в порядке, ты не неправильная девочка, ты девочка, которая делает так, как хочет. Вот может быть здесь такой комментарий вшит? Хотя я согласен с тобой, что действительно здесь вот есть это противоречие, получается, да, что этического выбора как бы не дали героине, и действительно весь этот путь героини, он как бы предначертан, получается. Ну да, но и получается, что в этой модели, ну то есть это очень здорово, что для девочек, которые играют в машинки, есть такой посыл, что с ними все нормально, но при этом опять за бортом, как всегда, остаются девочки, которые просто девочки, которые играют в куклы, которые не хотят идти в армию, ну просто как бы не видят для себя такого варианта, да, но, ребята, как бы такие девочки, они тоже люди, и они тоже на многое способны. То есть мне кажется, что мультик изначально брал как бы более широко, да, то есть он, в принципе, показывал девочке, любой девочке, что если случится там какая-то необходимость, то она сможет. Если ей придется тренироваться наравне с парнями, то она сможет. Если придется биться с врагами, то она сможет. Но ей совершенно не обязательно для этого быть какой-то не такой. То есть она вот такая вот в платье с куклами, с чувствами, с эмоциями, со всем, что считается как бы девчачьим, она все равно, ну, ничем не хуже, и она все равно сможет. И тут такая же история с тем, что в фильме, в новом фильме, у героини нет любовной линии. Мне тоже совершенно непонятно, мне как женщине, да, совершенно непонятно, почему одно обязательно должно исключать другое. Почему, если ты сильная женщина, то у тебя совершенно не может быть никаких отношений ни с мужчиной, ни с женщиной, вообще ни с кем. Это круто, что как бы юным зрительницам показывают, что мужчина для счастья не обязателен. Да, он не обязателен, но это, в принципе, в этом ничего плохого-то тоже нет. То есть если у тебя еще получается эмоциональная связь с человеком, неважно какого пола, то почему бы и нет? Это вполне себе нормальная составляющая счастья. Почему как бы импауэрмент должен непременно это исключать? Не, ну там же есть эта любовная линия, она причем возникает очень быстро и очень скоро. Нам там нету развития, на самом деле. Там сразу показывает, как он ей жалуется, что не может говорить с девушками, а она такая, ну ты просто говори как со мной, и мы понимаем. Ну все, она влюбилась в него. На самом деле мы не понимаем. Ну то есть вот опять-таки я говорю, я пересмотрела мультик, может быть мне это мешает, что я посмотрела мультик, и теперь никуда не деться от этого сравнения. Но на самом деле в фильме, мне кажется, этого нет. Да, там есть вот этот вот один разговор, но он больше ни к чему не приводит. То есть больше ни со стороны Мулан, ни со стороны этого героя, которого я, честно говоря, не помню даже как зовут. То есть у них нет, это, кстати, большая моя претензия к фильму, которая, ну, даже не имеет отношения к вопросу феминизма, а просто к тому, как показаны герои, между ними вообще нет эмоциональных связей. Единственная эмоциональная связь, которая у нее есть, это с ее семьей, с ее отцом, потому что вот с этими парнями, с которыми она там служит, она там в какой-то момент говорит, да, мы все друг за другом постоим. А почему совершенно ни до, ни после этого не было видно, что вы друзья, что вы друг к другу как-то относитесь? То есть она одна. Ну, кстати, насчет романтической линии была новость, что создатели как раз раздвоили этого персонажа, ее романтический интерес из мультфильма, потому что нельзя было показать, что Мулан, значит, влюбляется и заводит отношения с начальником своим, и что нельзя такой подавать пример. Ну, да, но здесь же в фильме-то он ей не начальник, в фильме он просто ее сослуживец, и вот я говорю, это вот просто крик души. Почему нельзя? Почему, если ты сильная женщина, то у тебя не может быть романтической связи? То есть получается, что либо одно, либо другое. Мне кажется, это неправильно, потому что, ну, как бы женский характер, он как любой другой характер, как любой другой персонаж в фильме, в любом фильме, он хорош тогда, когда он полнокровный, когда он полноценный, когда он показан в разных аспектах. Вот меня один момент в фильме заинтересовал, и он мне кажется страшно неправдоподобным. Я сейчас вспоминаю свои ощущения при просмотре, но сейчас я вспоминаю его вновь, когда в этой жесткой иерархичной военной системе выгоняют Мулан, и вдруг один за другим эти ее сослуживцы говорят, я верю в Хуа Мулан, я верю в Хуа Мулан, и таким образом вот это большинство передавливает мнение начальника. Мне кажется, это совершенно неправдоподобно, это искажение некой логики этого мира ради той самой актуальной повестки. Да, иерархии сломаны, и вот большинство горизонталь ломает эту вертикаль. Вот у вас нет такого ощущения? Ну, на самом деле, мне кажется, это стандартный совершенно ход. Это просто как, я не знаю, в фильме «Общество мертвых поэтов», когда они начинают один за другим подниматься «О, Кэптен, мой Кэптен». Это нормальный... Ну, то есть, безусловно, если мы говорим о средневекомии Китая, то там это было невозможно, но здесь мы говорим не о средневекомии Китая, мы говорим о фантастическом, фэнтезийном мире, где, возможно, в сущности, всё, что угодно, и здесь как раз у меня вообще меня это никак не цепануло, потому что это понятно, так должно быть в логике этого мира, и это, собственно, опять-таки, если мы имеем в виду, что это детский фильм, то это такой хороший урок, который показывает, что, да, там истинные добродетели, они всегда выше, чем искусственные иерархии, насаженные сверху. Мне кажется, как раз в этом моменте вступает в противоречие и в конфликт вот эта голливудская линия, где действительно нужно вступиться за товарища и где ты имеешь право на то, чтобы старшего по званию или кого-то, кто старше, чуть-чуть как бы подвергнуть сомнению его авторитет. И другая линия, которая тут тоже очень явная от такого китайского менталитета как бы, что нужно уважать старших и что твой долг спасти императора. Там же есть эта сцена, когда она говорит с колдуньей, где колдунья предлагает «Идём со мной». И я думал, вот сейчас-сейчас начнётся то неожиданное, как изменили классический мультфильм, что вот начнётся, что они вдвоём будут крушить мир мужчин, например. Лесбийский сепаратизм. Лесбийский сепаратизм, да, вот это вот самое. Но нет, туда не пошли, а включилась вот эта вот идея, что мой долг спасти императора. С чего, почему, откуда эта идея вот важности страны перед твоим личным счастьем, которое, например, в фильме «Герой» меня в финале прям сильно удивило, когда главный герой, соответственно, сказал то, что нет, вы можете убить меня, потому что это нужно для силы государства. И здесь, мне кажется, это такое прям противоречие возникающее, и меня это лично удивило. То есть как будто пытаясь и для наших, и для ваших сыграть. Ну, во-первых, безусловно, это же фильм, который предполагается, что он будет зарабатывать на китайском рынке, поэтому вы, ребята, хотите, чтобы он начал крушить все иерархии направо и налево. Деньги прежде всего. То есть мне кажется, что это в этом смысле это такое совершенно нормальное, совершенно обычное диснеевское кино, и даже не только диснеевское, это продукт больших студий, который работает на большую аудиторию и старается эту аудиторию не слишком напугать, не слишком взволновать, не слишком радикальные какие-то вещи ей показать. Поэтому да, и нашим, и вашим. Поэтому у нас тут и женский импауэрмент с одной стороны, и героиня, которая скачет, значит, на поле боя с развивающимися кудрями, которые перед этим три часа укладывали феном. Вот меня лично вот этот момент больше всего в этом фильме, как это сказать, взволновал. С одной стороны, у нас самостоятельные независимые женщины, с другой стороны, у нас преданность императору, потому что китайский рынок и так далее и тому подобное. С одной стороны, у нас расово правильный кастинг, с другой стороны, у нас совершенно западный сторителлинг и так далее. То есть это продукт большой студии, совершенно продюсерский, который состоит из вот этих тщательно выверенных шахматных ходов, чтобы, не дай бог, нигде там не пересечь какую-то границу. Поэтому, собственно, и истории с этой колдуньей, да, я тоже об этом хотела сказать, что это вот линия, которую, опять-таки, Дисней упорно гнёт во всех этих своих свежих ремейках. Это ровно то же самое, что было в Малефисенте, да, когда мы взяли плохую героиню и показали, что на самом деле она хорошая, это просто мужики-козлы её довели. И здесь взятая-то колдунья, но которой в оригинальном мультике не было, поэтому мы просто взяли Малефисенту, вырезали её так по контуру, пересадили в другой фильм и сделали точно такую же линию. Но при этом она вот озлобленная, жестокая, та, которая выступает против мира мужчин, это, кстати, уже, ну так, довольно радикально, она в конце обречена погибнуть, ну, потому что это как-то немножко чересчур. То есть девочки не радикальничаете, да? Ну да. На поле боя выезжайте, но про та в три погоды укладку не забывайте. Друзья, а у меня вот к вам вопрос ко всем. Я, вы знаете, сейчас думаю, а метафорой чего является здесь, это как будто из бумаги вырезанная птица Феникс, да, птица Феникс, смерть, рождение, возрождение, это такой сквозной образ в фильме. Есть ли какие-то идеи у вас по этому поводу? Ну, мне кажется, что это та же самая её энергия ЦИ, то есть вот этот вот зоопарк весёлый, который был в мультике, когда у неё там был и дракончик, и сверчок, и лошадь, кого там только не было. То есть здесь ещё, что интересно, это то, что в фильме, в отличие от мультика, вообще нет юмора. То есть мультик был практически комедией, то есть там даже финальная Великая Победа над врагами, она обставлялась с абсолютно комическими приёмами, и это было весело и смешно. А здесь всё очень серьёзно, с первого кадра и до последнего. И вместо всего вот этого зоопарка у нас есть энергия ЦИ и птица Феникс, которая священный покровитель нашей семьи, которая её всё время защищает. Там же даже папа её в самом начале сказал, что вот эта птица Феникс, это покровительница нашего дома, она с тобой будет, она тебя защитит. То есть это и семейные ценности, и вот это вот её отличие от всех других, воплощение её, этой сверхспособности, этой её энергии ЦИ. Ну и опять-таки очередной реверанс в сторону китайской культуры, наверное, тоже. Кстати, я не согласен, что он не смешной. Там есть юмор, строго дозированный в одном сегменте, где они выдают то ли цельнометаллическую оболочку, короче, цельнометаллическая оболочка митц гусарская баллада, где вся эта комедия с переодеванием и с положением, с тем, что ей начальник предлагает. Вот я привезу тебя в свою деревню, там познакомлюсь со свахой и с дочерью. Вот твой отец удивится. Да, там вот действительно был один момент юмора, вот я сейчас тоже его вспомнила, но просто фильм был настолько длинный и настолько серьёзный, что я вот забыла об этом уже. Там действительно был этот момент, но мне тоже кажется, что он как-то вот одиноко там посверкивает. Не знаю, один какой-то сценарист из десяти пришёл, его написал, а потом его удалили с площадки, чтобы он здесь не мешал. Ну, кстати, интересно, что они пытались совместить реализм, как бы вычистить диснеевский мультфильм, изъять из него всё, что может быть как бы странно смотреться в серьёзном фильме, но при этом они не добавили туда никакого настоящего радикального реализма. То есть все боёвки, они же очень диетические, на самом деле, это не битва бастардов, прямо скажем. Они, кроме того, что не очень логичные и поэтому не реалистично выглядят. То есть там совершенно какие-то очень странные ходы спасения придумывает главная героиня, устроит снежную лавину, вот, которая накроет врагов. Ой, может накрыть ещё и нас. И это довольно странно смотрится. В этом, мне кажется, главная проблема, когда ты Дисней, потому что, как бы, с одной стороны, ты хочешь снять серьёзное кино, а с другой стороны, тебе надо помнить про рейтинг, там, 6+, или сколько он там у этого фильма. Потому что вот из всех вот этих вот ремейков, мне, например, я знаю, что это непопулярное мнение, но единственное, которое мне нравится, это Аладдин, потому что в нём они совершенно не стали отказываться от вот этой мультяшной природы. То есть они его оставили вот этим диким, разноцветным, выпиющим, нереалистичным, совершенно мультяшным по сути своей. Поэтому он работает. А вот в тех случаях, когда они хотят сделать из мультика серьёзное кино, то, ну, получается как раз то, что получается. Получается, это недомультик, да, потому что он вот этим своим пафосом давит и выжимает всё мультяшное, всё весёлое и так далее. А с другой стороны, это и недофильм тоже, потому что, да, здесь нет крови, боли, здесь, да, совершенно идиотские какие-то приёмы вот на войне, которые в мультике совершенно нормально работают. А когда ты это вот всё видишь в CGI, нарисованное за 200 миллионов, ты думаешь, господи, вот за это её должны были из армии выгнать, а не за то, что она девушка. Она вообще-то подвергла, то есть, опасности, весь свой отряд, утопив его там этой лавиной и так далее. Ну, то есть, вот поэтому всё время есть вот этот диссонанс. У меня есть ещё одна гипотеза метафорой чего может быть эта птица Феникс. Она может быть метафорой пути героини. Мы же даже уже употребили этот термин путь героини. Это, в общем, такой важный термин в психологии, в психотерапии, в наротологии. Придумала его Морин Мёрдок. Это не писательница, а именно психотерапевт в первую очередь. Это похоже на, собственно, путь героя, который Кэмпбелл придумал, тысячеликий герой, о котором некоторая часть населения России узнала из третьего раунда батла Оксимирона с Гнойным. Суть проста. Во всех мифологиях, всех религиях, сколько найти, и в основе любой истории есть один и тот же мотив. Кто-то слышит далёкий голос. Он выходит из дома один. Он идёт по дороге из города, в тёмный лес, где полно паутин. На пути он встречает монстров. Бьётся с ними он также один. Он пока не герой, он боится всего, но он всё продолжает идти. И в конце он приходит к логову. Будет сложно, но он победит. И дракона убив, он вернётся домой, но уже не тем, кто уходил. Он поспит немного базарной и опять в путь дорогу заново. И на этом построены комиксы, сериалы, культуры, пласты, наркотрипы, антиутопии, сказки, басни, скульптуры и сны. И настолько, что если сравнить египетские мифы, бандитский Петербург, вы увидите путь одного героя под личинами этих двух. Да, она имеет в виду Кэмпбелла, она его разбивает в пух и прах на самом деле, называет это андроцентричной моделью. У Кэмпбелла, когда он прочитал концепцию Морин Мёрдок, он был просто в ярости, он говорит, женщина, женщина это просто награда для мужика, женщина это то место, в которое мужчина идёт, да, он как бы вот за нею и идёт. Вот в сказочных структурах, в мифо-структурах женщина это та принцесса, которую нужно спасти, найти, Василиса, которую нужно у Кощея выдрать из его лап, вот, а здесь наоборот, женщина во главе угла. И собственно говоря, главная фишка этого пути героини тут как раз конфликт феминного и маскулинного, женского и мужского внутри женского характера. Первый этап это переход от феминного к маскулинному. И вот в Мулану мы прямо сразу видим её инаковость, отказ от феминных установок, очень часто это отказ от матери, а у нас здесь две матери в фильме. Великая мать, от которой героиня не отказывается, это такой тёплый, поддерживающий образ, это её реальная мама. И ужасная мать, как её называют, мёрдок, абьюзивная, жёсткая, карающая, это сваха. Сваха вообще мой любимый образ в этом фильме, я ещё о ней скажу. И здесь же заявляется невидимость женщины. Сваха ей говорит, когда женщина обихаживает мужа, она должна быть невидимой. Вот с этой невидимостью героиня и борется. Она начинает отождествляться с мужским началом, это происходит через фигуру отца, она буквально заменяет собой отца, причём это не интеграция с внутренним анимусом, а по юнгу в каждом из нас есть мужское и женское анимо и анимус. Это лишь исследование внешней атрибутики, лишь начало пути к внутреннему анимусу. Путь испытаний, третий этап, и борьба с тремя мифами. Миф о зависимости, вот мне очень нравятся образы связанности, корсеты, шнурочки, то, что буквально мешает ей дышать, лишает её воздуха. Миф о зависимости это от чего? Зависимости от мужчин, конечно же, от мужского мнения, конечно, женщина под мужем, за мужем, при мужа, да, вот она как бы связана по рукам и ногам. Миф о неполноценности, да, и нам героиня показывает, что она сильнее парней, и миф о романтической любви, она доказывает, что она не нуждается в белом принце, о чём тоже Юля говорила, что здесь мужчина вообще оставлен за скобками. Все эти три... Не, ну здесь всё-таки как бы они и есть, есть эта романтическая линия, просто эта линия так заканчивается, что они расходятся в финале как бы с намёком на будущее, только потому, что нужно противопоставить себя всей традиции, которая до этого существовала, которая говорит, что в финале должны либо поцеловаться, либо, значит, как в мультике «Мулан», мужчины должны приехать, и они должны пообедать, а вся семья должна, значит, его одобрить. Кстати, есть же много фильмов про «Мулан» на самом деле. И в фильме 1939 года, который был снят во время Японо-Китайской войны, японского вторжения, и там как бы были, кроме националистических мотивов, что вот нам нужно подняться против захватчиков, там ещё был финальный твист, как бы, что «Мулан» возвращается домой со своим сослуживцем, и она выходит за него замуж, и дальше она занимается домом. То есть это такая идея, что ты, конечно, повоевала своё, но ты должна и, значит, сидеть дома. А здесь это сделано не потому, что создатели считают, что никакая романтическая любовь не должна быть в модели поведения девушки, а просто, чтобы отстроиться от традиции. Да-да-да, но мы пока ещё всё-таки не в финале, а на третьем только этапе, да, и пока действительно не показана даже её заинтересованность в мальчиках, в молодых мужчинах, она их видит, и тем не менее вообще не думает. В эту сторону, да, не воздыхает ни о ком. И, собственно говоря, дальше у нас иллюзорный успех. Казалось бы, всё получилось, она лучше всех парней, но это поверхностный результат. Героиня только подступается к инициации. Здесь очень важен миф о супер-женщине. Общество утверждает этот миф о супер-женщине, женщине, которая может быть королевой там всех миров, и девой-воительницей, и сексуальной анимой, и чистой, безгрешной матерью. Но, простите, это противоположные архетипы. Механически они не соединяются. Это невозможно в себя соединить и сексуальность, и чистоту, и так далее. Затем героиня пробуждается в духовной пустыне. Как говорит Мёрдок, это такая символическая смерть, кризис мужественности. Она осознает, что долго скрывать невозможно то, что она девушка, хотя невыносимо страшно признаться. Мы видим, как она перестает прятаться в мужском костюме. Мы слышим фразу «Хуадзюн погиб, но Мулан осталась жива». И это приводит к чудовищным последствиям, к изгнанию с позором. Дальше инициация и спуск к богине. Наконец, она проходит инициацию. Здесь, скорее, темная богиня, та самая колдунья Малефисента. Мулан принимает свою инаковость и свою судьбу, свою силу и свою уязвимость. И она возвращается от образа супер-женщины к реальности. Все-таки она как бы ограничена в чем-то. Дальше, скорее, проскакивает эта часть Мулан. Седьмой этап помердок – это тоска по воссоединению с женской частью. Она как бы готова вернуться к прежней женственности, но не может. Слишком большой путь прошла. Она за дороги нет. Позор до семьи. И она не может быть ни в мире мужчин, ни в мире женщин. Мы довольно быстро проскакиваем этот этап. И дальше идет исцеление, расколы между матерью и дочерью. Тоже довольно короткий в этом фильме конкретном. В мифах часто это решается с помощью бабушки, паучихи, бабушка, которая соединяет в себе мать и дочь. Вот здесь интересное смещение в сторону спасения символического отца, императора. И это можно интерпретировать и в мультфильме, и в фильме, как принятие своей дочерней функции, которую она до конца не могла принять в деревне, чувствовала себя не в своей тарелке. Вот как дочь, которой предписано делать что-то. А дальше исцеление израненной маскулинности, признание собственных пределов, усталости, опять же, израненности той самой. Мне очень нравится, что это еще раньше заявляется в фильме. Отец ей говорит, смелости без страха не бывает. Она возвращается к отцу, просит прощения, готова понести наказание за символическую конкуренцию с ним, за замещение без спроса. И вот десятый этап, самый дискуссионный здесь в этом фильме, интеграция маскулинного и феменного, когда от сепарации она переходит к близости с родительскими фигурами. У нас такая идея четвертой добродетели, преданность семье. Это вот четвертая добродетель присоединена к верности, отваге и честности. Мы видим наказание, опять же, символическое наказание карающей матери, свахи. Она сваливается в обморок. Но в мультике этот вот баланс женского и мужского внутри героини был показан более четко, на мой взгляд. Здесь у нас вот прямо, вот я вижу здесь две тенденции, два вектора. С одной стороны, мы говорим о том, что женщине мужчина, ну, почти не нужен, и она здесь скорее осознает свою маскулинность, а вот эта вот осознанная феминность пришита как будто бантиком. В финальной части как будто действительно аудитория иначе и не примет эту картину. Как будто бы вот заигрались, зашли слишком далеко и механически вернулись к этому балансу. У тебя вот нет такого ощущения, что это такая чистая механика? Про финальную механику мне кажется, что там недоигранная история и что она как-то в итоге не примеряется со своей женской сущностью, как бы она возвращается в лоно семьи, но это скорее идея такого уважения к старшим, конфуцианская даже, потому что ну как бы в фильме на китайскую тему невозможно как бы это пропустить. То, что ты рассказываешь, на самом деле кажется, что сценаристы как будто бы прямо шли по этой концепции, а на чем основывалась Мёрдок, ну то есть это откуда вообще набрала из сказок или она вывела эту желаемую концепцию, как должна строиться история про женщину? Конечно, она не базировалась как проб на сказках, как Кэмпбелл на мифах, она психотерапевт, она базировалась на своей практике, она много работала с женщинами, и она анализировала свою жизнь, и она как бы нашла такой сбалансированный путь. Это вот очень важное отличие к концепции Мёрдок, потому что если Кэмпбелл был все-таки новым мифологом, наротологом, то она через чистую практику пришла к этой концепции, это тоже очень важно понимать. И мне кажется, что как раз эта книжка вышла в 90-м году, и как раз авторы мультфильма хорошо её простудировали и в целом воплотили в этом мультике, а авторы фильма как будто бы хотят пойти в какую-то другую сторону, они частично идут по этим этапам, да, какие-то вещи или проскакивают, или замещают, или просто формально используют. От советов книг мы, наверное, перейдём к традиционному совету фильмов. Я бы хотел посоветовать один мюзикл, который тоже направлен на детскую аудиторию, как бы, потому что он построен вокруг классических сказок. Братьев Гримм и Шарля Перро. Я говорю о мюзикле, который в отечественной локализации называется «Чем дальше в лес?» а в оригинале «Инту зе вудс». Это экранизация Роба Маршалла мюзикла Стивена Сондхайма. И в нём переплелись истории о Красной Шапочке и Сером Волке, о Рапунцель, о Золушке и Прекрасном Принце, о волшебных бабах. И все они сосуществуют в одном пространстве, но главная, мне кажется, фишка этого фильма, которая, на самом деле, пришла из мюзикла, скорее, мне кажется, от сюжетной основы, что он под видом сказочного сюжета, на самом деле, проговаривает очень важные именно психотерапевтические моменты. Скажем, история Рапунцель и Ведьмы — это история про сепарацию от родителей и о том, что родительская фигура, мать, запирает свою дочь в башне, потому что боится, что внешний мир будет слишком для неё жесток. Или же история о Золушке и Прекрасном Принце. В финале они расстаются, потому что это история о том, как люди влюбились в образы друг друга, в тот короткий миг романтической привязанности, который возник во время бала, но при этом реальные люди, они как бы не соответствуют этим образом. Или же история про то, что главный герой Пекарь, у него нет отца, и поэтому он боится, что он не будет для своего сына достаточно хорошим родителем, потому что у него не было отца и так далее. Или Красная Шапочка Сер Волк, как бы, разумеется, это история о, значит, таком соблазнителе и о том, как следует взаимодействовать с такого рода незнакомцами. Сер Волк, там, говорят Джонни Депп, так вальяжно поет и соблазняет Красную Шапочку, и это возвращает с одной стороны историю в первоначальное русло, когда, ну, в Красной Шапочке, уже известно, эта история изначально заканчивала тем, что Красная Шапочка голая залезала к Серому Волку в постель, а с другой стороны это очень крутое проговаривание каких-то важных мотивов, которые можно на примере этих сказочных сюжетов под песни можно с подростками и с детьми хорошо очень обсудить. А я хочу вспомнить один хорошо известный мультфильм, ибо делал не Дисней, а студия DreamWorks, он называется «Как приручить дракона», и мне кажется, страшно интересно этот мультфильм посмотреть именно в контексте пути героини, потому что для меня это история про осознание собственной феминности, только не девочкой, а мальчиком, потому что Икинг, главный герой этого фильма, он как раз, ну, никак не связан с токсичной маскулинностью в мире, в которой он живет, он противоположен ей, и чем больше он следует этой токсичной маскулинности, хоть быть похожим на отца, на других этих потных викингов, потных мужиков, тем дальше он уходит от себя, и тем хуже у него получается. И в самый критический момент, когда он должен спасти племя, просто ему уже никто не верит, потому что он стал посмешищем, да, все говорят, господи, какой-то Икинг, что это такое? Даже сам отец отказывается от него, вот, видимо, в нем сильнее эта вот женская сторона, вот, мне очень нравится, кстати, фраза, которую произносит один из персонажей героя Криса Пратта в фильме «Она», Спайка Джонзи, он говорит по отношению к герою Хакина Феникса, что в тебе больше женского, чем мужского, вот, и, видимо, то же самое в Икинге, опять же, здесь нужно тоже оговориться, что подфеминно мы понимаем такую стереотипную феминность, такую мягкость, компромиссность в хорошем смысле, такую пластичность, вот, не грубыми методами, а такими более тонкими методами он действует, и Икинг фактически проходит такую странную контоминацию, странную смесь пути героя и пути героини, он буквально приходит к этому балансу мужского и женского внутри себя очень неочевидным образом, мне кажется, очень неочевидно и страшно любопытно посмотреть на эту картину с позиции вот концепции Мердок, поэтому очень рекомендую ее пересмотреть, даже тем, кто ее видел сто раз, а я думаю, все ее видели по сто раз, сто первый раз посмотреть уже вот с этим фокусом. На этом все, с вами были Дулей Дженайдаров и Всеволод Коршунов. До встречи в следующем выпуске подкаста «Крупным планом», который будет посвящен фильму Чарли Кауфмана «Думаю, как все закончить». На наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки и CastBox. Мы очень ждем ваши отзывы, оценки и ваши пожелания по теме будущих выпусков. Писать нам можно на электронную почту подкаст собакакинопоис.ру вопросы, письма с пожеланиями, а мы на них будем отвечать. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто, продюсер Женя Молодцова, редакторка Анастасия Усанова, а также главредки на поиск Лиза Сурганова. До скорого! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok